Ужесточение риторики нового правительства ФРГ вокруг сертификации «Северного потока-2» всё больше напоминает политическую стратегию «Демократическая партия США». На этом фоне риски замедления или даже отказа от сертификации «Северного потока-2» приведут «Газпром» к потере сотен миллионов евро, считают эксперты. При таком раскладе лучшее, на что может рассчитывать монополист продажа 51% акций проекта за 5. 6 миллиардов евро – в худшем консервация или разбор трубы, что обойдётся компанией в 100. 200 миллионов евро Новая угроза немецких «зелёных» вице-канцер ФРГ и депутат от партии «зелёных» Роберт Хабек заявил об отказе Германии выплатить денежную компенсацию «Газпрому» в случае отказа ЕС от ввода проекта в эксплуатацию. По его словам, «Северный поток-2» по-прежнему не соответствует европейскому энергетическому праву, что мешает ускорить процесс сертификации двух ниток газопровода. Если сертификация будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. «А если это не так, то компенсация не полагается», – рассказал политик в интервью издания «Шпигель». Агрессивная риторика господина Хабека мало чем отличается от взглядов его партнёра по партии и министра иностранных дел ФРГ Анналин и Бербок. Таня однократно заявляла о недопустимости использования трубопровода в качестве энергетического рычага давления России на ЕС. «Северный поток-2» достроили в сентябре 2021 года. Первая прокачка газа по дну Балтийского моря могла состояться уже осенью. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2EG в качестве независимого оператора газопровода. Для ускорения процедуры «Газпрому» требовалось переоформить регистрацию своей дочки со швейцарской на немецкую ювестицию. Но уже в середине декабря выяснилось, что из-за затягивания процедуры окончательное решение по «Северный поток-2» будет принято не раньше второй половины 2022 года. С эскалацией же геополитического кризиса вокруг возможного нападения России на Украину риски, частичной или полной отмены газового проекта становятся все более реальными. Об этом заявила Бербок в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Четыре сценария для «Газпрома» при наихудшем сценарии – отказа от ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», у «Газпрома» будет четыре варианта дальнейших действий. Наиболее реальным из них станет обращение монополиста в Европейский суд. «Схожим образом поступят и другие партнеры «Газпрома» по проекту, включая французскую энергокомпанию «Энги», австрийскую «УМВ», британскую «Шилл» и немецкий «Унипер» и «Уинтершилди», отметил заместитель генерального директора фонда национальной энергической безопасности Алексей Гривач. Сам морской газопровод стоил около 8 миллиардов евро, половину из которых предоставили европейские партнеры в качестве кредитов. Правила, которые сейчас тормозят сертификацию оператора, были приняты уже в процессе реализации проекта, когда большая часть инвестиций была осуществлена. Более того, участок, формально подпадающий под это новое регулирование, к тому времени уже был построен, отметил эксперт. Еще двумя вариантами для «Газпрома», по мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, станут консервация трубопровода до лучших времен и демонтаж оборудования. Четвертым сценарием является продажа контрольного пакета акций европейским партнерам. Для разбора трубы «Газпрому» придется нанимать европейские компании. Это может стоить монополисту 100 – 200 миллионов евро. Более вероятным представляется продажа 51% акций монополиста в проекте, что принесет российской компании порядка 5 – 6 миллиардов евро. «Проблема в том, что эта сумма не сможет отбить затрат даже на прокладку морского участка газопровода, не говоря уже о наземной части», – объяснил аналитик. Что будет с ценами на газ ввод Северного потока? Два осенью 2022 года мог бы привести к полуторному снижению биржевых газовых котировок в Европе. Если сейчас февральские фьючерсы на лондонской бирже Айс торгуются на уровне 850. 900 долларов за 1000 кубов, то запуском трубопровода стоимость топлива упадет на среднегодовых показателей в 500. 700 долларов, утверждает Кондратьев. Политическая трансформация «зелёных» за время своего существования немецкая партия «зелёных». Прошла политическую трансформацию чисто экологического объединения ко всё более тесной связи с демократической партией США. На этом фоне жёсткая риторика Бербок и Хабека по Северному потоку 2 выглядит вполне логично, подчеркнул в беседе с газетой. Директор Института политических исследований Сергей Марков. Парадоксально, что немецкие «зелёные» выступают против газа, хотя этот вид топлива – один из наиболее экологичных в мировой энергетике. Это объясняется тем, что несколько лет назад эта партия превратилась из экологической в проамериканскую, вошла в альянс с демпартией США, являясь сейчас по сути ей европейским филиалом, подчеркнул аналитик. Для американских политиков важнейшая задача – не допустить энергетический союз России и ЕС. И одна из ведущих партий Германии как нельзя лучше подходит на роль лоббиста США в Европе, добавил Марков. Сейчас очень многое будет зависеть от переговоров России и США в Женеве. Если по итогам заседания стороны придут к снижению геополитической напряженности, Северный поток – 2. С большой долей вероятности будет сертифицирован и введен в строй уже в 2022 году. Если нет, проект временно заблокируют, предположил аналитик. Стоит ли ожидать утепели в отношении Северного потока? 2. Смягчить позицию нового немецкого правительства по СП – 2 может кейс о коронавирусных выплатах. Речь идет о незаконном получении 9000 евро. Шести членами правления партии Зеленых в 2020 году отметил Кондратьев. В Германии традиционно очень силен институт репутации. Получение 3000 евро. Бербок и Хабеком может им выйти боком. Я бы не стал исключать в дальнейшем даже варианты их отставки с ключевых постов к обмене ФРГ. И до этого у Зеленых в ходе предвыборной кампании возникали проблемы с фиктивным финансированием. Все это может утихомирить агрессивный пыл немецких экологов в отношении Северного потока, 2, подчеркнул эксперт. Казалось бы, расследование прокуратуры ФРГ в отношении Бербок и Хабека вполне могло произойти с подачи канцлера Германии Алафа Шольца, который тем самым получил бы рычаг давления на жесткую позицию Зеленых в отношении Северного потока, 2. В отличие от них, лидер СДПГ неоднократно говорил о выгоде газового проекта для национального бизнеса. В то же время Кондратьев предположил, что утепель в отношении немецких политиков к Северному потоку, 2 может наступить и без трансформации правящей коалиции в Бундестаге. По его словам, сдвиг в вопросе сертификации газопровода может наступить уже в апреле 2022 года, после временного признания атомной и газовых генераций зелеными. До апреля 2022 года страны ЕС должны представить свои предложения по инициативе Еврокомиссии, после чего ЕК примет окончательное решение. «Отказ от зеленой таксономии станет возможным лишь в случае негативного отношения к проекту 20 из 27 стран Евросоюза, в которых проживают более двух третей населения ЕС», отметил эксперт. При поддержке данной меры со стороны большинства стран Восточной Европы и Франции добиться отрицательного решения по инициативе ЕК будет очень сложно. При таком раскладе сертификация Северного потока 2 может завершиться летом 2022 года, заключил Кондратьев. Продолжение следует...